В эфире Ньюс Эйдер, политолог из Соединенных Штатов Рамис Юнус и поговорим мы сегодня с ним о том, что за сигнал отправил Байден Путину и в каком положении объективно оказалась российская администрация после того, как фактически Белый дом показал ей, кто здесь в доме хозяин. Как сказал наш гость, фактически Путину указали место. Вот об этом и многом другом мы сегодня и поговорим. Рамис, я очень рад, что вы снова в нашей передаче и, конечно, сегодня мы обсудим очень важные темы, которые в последнюю неделю буквально, я так считаю, перевернули мир. Во-первых, здравствуйте. Добрый день, Александр, я вас приветствую и вас, и ваших телезрителей. Наши зрители, конечно же, хотят узнать ваше мнение о том, как слова Байдена могут повлиять на отношения между Соединенными Штатами и Россией и в целом на отношения международного сообщества и путинской администрации. Конечно же, мы все говорим о том, что Байден открыто, публично и беспрецедентно, я бы сказал, назвал Владимира Путина убийцей. Вы знаете, давайте по порядку пойдем. То есть многие задаются вопросом сначала, случайно это было, оговорка была это или что-то. Сразу надо поставить точки над «и» и объяснить телезрителям, что, во-первых, передача была в записи. А коли она была в записи, это значит могли бы и смонтировать, могли бы и убрать. То есть если была какая-то оговорка, неудачная фраза какая-то, или журналист спровоцировал, а президент как-то вынужден был ответить. То есть это после передачи могли бы это убрать и показать так, как без этого. То есть если хотели бы, а показали именно так, как показали. Это о чем говорит? Что никаких случайностей в большой политике не бывает, особенно на таком высоком уровне. И значит этот вопрос, преднамеренно задал журналист или нет, я уже точно сказать не могу. Но факт остается фактом, что Байден ответил. И Байден не настаивал на том, что этот ответ надо было бы убрать и смонтировать, и чтобы это не было бы официально объявлено. Значит он это сделал целенаправленно. Это говорит о многом. Во-первых, это говорит о том, что Байден назвал вещи своими именами. Потому что это же идет в первую очередь эти убийства Бориса Немцова, Политковска, эти убийства того же Литвиненко, это попытка отравления Скрипалей, Навального и многие другие убийства, которые все фамилии не перечесть за последние 20 лет, которые произошли. Это же конкретные убийства кого? Аппонентов режима и многие из них лично критиковали Владимира Путина. Поэтому, естественно, когда такое происходит, говорить о том и в той манере, в которой говорит, например, ответную речь сделал тот же Владимир Путин, это вещи из другой оперы. Потому что переводить стрелки на индейцев, рабовладельческий строй, понимаете, переводить стрелки на эту тематику, исторический экскурс, это совершенно не то. Потому что когда кого-то обвиняют в убийстве и называют убийцей, как это произошло в данном случае, то это имеется в виду конкретно то, что произошло в бытность этого человека президентом, а не в бытность этой страны, там, Советского Союза или Российской империи, понимаете? Поэтому это персонально. Это персонально сказал человек, гражданин США по имени Джо Байден, который на данный момент обладает должностью президента этой страны. Гражданину России Владимиру Владимировичу Путину, который является президентом этой страны, и который вот именно за эти 20 лет совершил конкретные преступления. Если у Путина есть конкретные преступления касательно Джо Байдена, может это озвучить, сказать, вот направили киллеров, вот такого-то оппонента это сделали. Вот это все было бы тогда, был бы предметный разговор. И поэтому это первое то, что сказал Путин. А то, что Путин это сделал в какой тональности, осторожнее, посмотрите, немножко ироничное, немножко с улыбочкой, говорил о том, что он на самом деле следил за каждым словом, за каждым выражением, готовился наверняка, готовился наверняка, чтобы это сказать, именно в такой манере, чтобы не дразнить гусей. Потому что он прекрасно понимает, что влияния на Соединенные Штаты у России нет никакого, кроме вот этих кибератак, да, так скажем. То есть влияние на российскую экономику у России ноль. Влияние Америки, Соединенных Штатов на Россию, на российскую экономику, на лично Путина и его ближайшее окружение огромное. И поэтому здесь то, что может себе позволить Байден, не может позволить себе Путин. Да, могут позволить его люди, которые вокруг него, которые, в принципе, этими занялись, и средства массовой информации, и какие-то официальные лица. Но это совершенно не говорит о том, что, лишний раз говорит о том, что Владимир Путин, который до этого, до этого, налево-направо оскорблял своих оппонентов, вспомните, как он оскорблял того же Михаила Саакашвили, вспомните, как он оскорблял других, вспомните его буквально вчерашнее выступление касательно Содружества независимых государств, всех этих глав, которые якобы являются ненужными какими-то странами, и земли у них не те, и многое другое, да, что он позволял себе и чисто политическом плане оскорблять, народа оскорблять, независимость, суверенитет этих стран оскорблять, и же персонально тех президентов, вот пример Саакашвили говорит именно об этом. Поэтому, когда вы ратуете за дипломатический этикет, вы должны сами ему соответствовать. Здесь это, сами понимаете, не соответствует. Поэтому конкретный разговор, который шел о том, что убийца или не убийца, тут было конкретно сказано. И поэтому для... Это первый вопрос. Что послужило, так сказать, то есть его публичное озвучивание. Что послужило причиной этого, вот это более важный вопрос. Потому что дело в том, что предыдущая каденция Дональда Трампа, бывшей администрации, дала возможность Владимиру Путину чувствовать себя более-менее комфортно в своей тарелке. И, а учитывая, что Евросоюз, Европа за все эти годы занималась политикой увещевания в отношении Владимира Путина, то он был достаточно спокоен в отношении этих же санкций и всего того, что он творил. Он ничего такого не ждал. Более того, он был, я так понимаю, уверен, что президентом на второй срок также будет избран Дональд Трамп. И он сделал для этого все, что возможно. Но, как видите, это не получилось. И стало противостояние, личное противостояние между Джо Байденом и Владимиром Путиным. Потому что Джо Байден-то пришел на предвыборные кампании, вся была на противоходе. То есть вот Дональд Трамп был так с Путиным. Я, значит, должен быть на 180 градусов наоборот. И это он показывает. То есть в риторике он уже это показывает. Он это открыто демонстрирует. Вот. И теперь, естественно, от риторики наверняка когда-то придется переходить к делу. Потому что в большой политике одной риторикой цели достичь невозможно. Вот видите, Евросоюз. Там кроме риторики ничего нету. И эта риторика ни к чему не привела. Ни после аннексии агрессии в отношении Грузии в 2008-м. Ни после аннексии Крыма и бойни на юго-востоке Украины. И более того, во всех остальных последних событиях в той же Белоруссии, где полгода, полмиллиона населения выходило на улицу регулярно. И что? Евросоюз что-то сделал? А Дональд Трамп вообще не занимался постсоветскими пространствами. Конкретно той же Белоруссии. И результат налицо. Путин стабилизировал там ситуацию. Оставил того же Лукашенко до поры до времени. И продолжает эту же политику. Поэтому, естественно, для Джо Байдена, особенно что касается Украины, потому что Украина, это оказалось для них краеугольным камнем. Тем местом столкновения вот этих всех политических, амбициозных, личных интересов. Потому что это превратилось для Джо Байдена даже в некотором роде в личный вопрос. Если вы понимаете, тема импичмента Дональда Трампа была связана с Украиной. Нападки Дональда Трампа на Байдена были связаны с Украиной. То есть, поэтому все аккумулировалось в Украине. Надо отдать должное президенту Зеленскому. Он сумел не вовлечься во внутриполитические распри здесь в Соединенных Штатах. Ни на стороне ни одной партии. Что помогло ему получить поддержку Конгресса, двупалатного Конгресса. И сегодня мы видим, что Соединенные Штаты уже единым консенсусом готовятся поддержать Украину в этом противостоянии с Россией. То есть, уже и исполнительная власть, и законодательная власть, и средства массовой информации, и целое американское общество сегодня полностью поддерживает. Более того, заметьте, даже конгрессмены-республиканцы более агрессивны и наезжают на того же президента Джо Байдена, чтобы он еще более агрессивно вел себя по отношению России в вопросе Украины. Того, что они не делали в отношении Дональда Трампа. Потому что он просто не подписывал многие документы, которые его не устраивали. Здесь такой уже ситуации не будет. И вот это все, это все, конечно, прекрасно понимает тот же Владимир Путин. И понимает его команда. Российский этот политический истеблишмент, военно-промышленный комплекс, разведка. Они понимают, с чем им придется столкнуться. И вот эта вся риторика, которая сегодня уже выплеснулась, и которой все говорят, о, это беспрецедентно, а что тут такого беспрецедентного, когда это всегда такое было. Просто, может быть, на это не обращали внимания, когда об этом говорил, например, президент Путин в отношении какого-нибудь президента маленькой страны, ну, типа такой, как Михаил Саакашвили, например, президент Грузии. Или же об этом говорит президент Соединенных Штатов в отношении какой-нибудь тоже банановой республики, там, в Африке или где-нибудь в Азии. Понимаете? Это не вызывает такое. А когда это происходит в отношении ядерных держав, членов постоянных членов Совета Безопасности, то есть, будь то это отношение США-Китай, это будет Россия-Китай, Россия-США, будь то на таком уровне, конечно, это уже достаточно серьезная тема. И все в мире начинают задаваться вопросом, а что дальше? А дальше я вам могу сказать такую вещь, что, резюмируя, резюмируя вот этот ответ на ваш вопрос, чтобы вы понимали бы, что это не проблема одного дня, и это не вчера началось, это давно шло к этому. Смена власти просто, это официальное просто его подтверждение этого, потому что для того, чтобы заниматься этой риторикой и реализацией этой риторики, нужна, конечно, политическая власть. Сегодня эта политическая власть уже имеется у Джо Байдена, и это не только личное отношение между Владимиром Путиным и Джо Байденом, это взаимоотношение между Соединенными Штатами и Россией, потому что Джо Байден представляет политический эстеблишмент США, а это не просто Белый Дом, это не просто Конгресс, это весь военно-промышленный комплекс, это все то, что называется стратегическими интересами Соединенных Штатов. И поэтому Соединенные Штаты, которые в доктрине, которую недавно буквально в этом была озвучена, вот даже Atlantic Council, которые озвучили этот меморандум в отношении Украины, а если вспомнить и то, что несколько дней назад доктрину свою озвучила Великобритания, говорит о том, что Англосаксы в этом вопросе как раз-таки едины, США и Великобритания, особенно касательно России и Китая, касательно той же Украины. Я думаю, что сегодня это все говорит о том, что на повестке дня прямое столкновение политическое, прямое столкновение будет экономическое, санкции буквально на днях будут те, которых никогда не было за эти годы, это однозначно, потому что, коль Байден назвался Груздем, полезай в кузов, у него просто назад дороги нет, и он именно на этих лозунгах пришел к власти, вы понимаете? Потому что по-другому он не может повторять политику Дональда Трампа в отношении Владимира Путина лично. Он должен чем-то отличаться. Значит, он должен риторикой отличаться и перевести эту риторику в предметную плоскость. Поэтому риторика прозвучала. Теперь, как это будет выглядеть в предметной плоскости, мы это вместе будем следить. Это все проявится в ближайшее время. Давайте поговорим немножечко о реакции Путина лично и вот этого вот кремлевского эстеблишмента. Все отметили, конечно, истеричность, вполне традиционную для российской пропаганды, но нас интересует, конечно, реакция лично Владимира Путина, которого, собственно, и обвинили. И я думаю, вы видели, да, на ряд его выступлений, и я обратил внимание на два момента. Ну, по поводу того, что он вспомнил детскую присказку и по поводу того, что тем самым, как бы, он впадает в детство, об этом уже все сказали, и это, наверное, непосредственно к политике не имеет отношения, хотя это, в общем, характеризует, наверное, человека, который представляет собой весь этот режим, да? Это, наверное, важно отметить. И я бы хотел по этому поводу ваш комментарий услышать. Но еще более интересно мне узнать ваше мнение вот по какому моменту. Значит, РБК показало видео, наверное, не только у РБК, но я именно у РБК видео смотрел, где Владимир Путин непосредственно после того, как вот это все произошло, он заявил, что я, говорит, хочу немедленно, вот прямо сейчас предлагаю Байдену провести онлайн дебаты, переговоры без всяких условий, без подготовки. И вот я заметил, что он очень, как бы, так вот и нервничал, и как бы агрессивно нетерпелив был вот в этот момент. Это мое впечатление. И вообще, ну, сам факт, что он вот прямо здесь сейчас потребовал, ну, такого же не было, чтобы Путин там вдруг начал реагировать, чего-то хотеть, просить. Ну, видно было, что он, как бы, находится в позиции просящего, да? Вас вообще это не удивила, вот такая реакция? И эмоционально, и политически? Ну, во-первых, сначала об ответе Путина и вот воспоминаниях о его детстве. Это говорит о том, что, я уже повторюсь, об осторожности и желании перевести и все менее серьезную плоскость для, в глазах общественного мнения. Ну, сказал, да и сказал. В детстве кто кому такие вещи не говорил, да? Давай лучше встретимся и поговорим на более серьезные темы. Здесь несколько моментов, на которые обязательно надо обратить внимание. Первое. Еще никто Владимиру Путину не говорил таких слов. Ни один из политических лидеров, ну, я имею в виду значимых лидеров на планете, ни один этого не говорил. Ни в Европе, ни один из членов НАТО, никто таких слов не говорил. Я уже не говорю о том, что никто из президентов США, я не вспомню, чтобы говорил такие вещи. Вот. Поэтому это личный плевок, это пощечина, политическая пощечина. Даже в советские времена, в советские времена, при всем противостоянии, при холодной войне, которая тогда существовала между США и Советским Союзом, все-таки соблюдался дипломатический этикет. Сегодня во взаимоотношениях вот этих двух стран этого не наблюдается. А все почему? Потому что тогда, даже в советские времена, четко было заявлено, что две идеологические системы, и они на самом деле вражеские системы, и они делали это все в открытую. Сегодня же Путин же говорит одно, а делает другое. Дает команду ликвидировать, убить. Говорит, я этого не делал. Отравить, я этого не делал. Бомбит мирные города, я тут ни при чем. Аннексирует Крым, Грузия, Сирии сотни тысяч под ковровым бомбежками мирных жителей. Для того, чтобы сохранить этого негодяя Башара Асада. И это все происходит на глазах у всего цивилизованного мира в 21 веке. Кто-то должен был обуздать, кто-то должен был сказать, хотя бы сказать. И поэтому, получив вот такую пощечину, для него это как холодный душ. Для всех тех, кто привыкли видеть Путина в качестве мачо, по пояс, торс свой показывающим, понимаете, то летающим, то занимающим, плавающим, вот эти все дела для общественного мнения России. И вдруг оказалось, что король-то голый, за королем-то ничего нету. Вот тебе, то есть, ты и твой режим названы страной-изгоем. И когда начинается вот эта истерия изнутри по поводу того, что это оскорбили Россию, никто не оскорблял Россию. Никто не оскорблял Россию. Конкретно было заявлено это все в отношении Путина. А при чем тут Россия? При чем тут российский народ? Может быть, Пушкина оскорбили еще? Достоевского, Чайковского, Глинку. Кто их оскорблял? Когда, как говорил Салтуков-Щедрин, да не надо путать ваше величество с отечеством. Это то же самое. Какая разница, во времена Российской империи это происходит или сегодня это происходит? Они почему-то считают, вот эти все современные собиратели земли русской, они считают, что, то есть, оскорбив меня, ты оскорбил российский народ. А вы у российского народа это спросили. В советское время то же самое же. Наши так же воспитывали, нам все это говорили. Вы молодой, я-то знаю. Когда кого-то оскорбляли, значит, говорили, оскорбили советский народ. А меня спрашивали. У советского народа вообще кто-то что-то спрашивал. Точно так же и сегодня. Референдумы проводят. Якобы это все за обнуление, все за все то, что Путин вечно там правил и так далее. То есть, получается, все то, что говорит Соловьев на его канале, вот этот соловьиный помет, который годами льется, это не говорит о том, что это мнение российского общества, российской элиты, так скажем, простого российского русского народа. Это же не так. Мы это прекрасно знаем. Поэтому здесь очень важно разделять саму власть и само российское общество. Для того, чтобы российское общество тоже понимало бы, к чему ведут себя вот эти, куда ведут они Россию, вот эти, до чего они докатили. То есть, Россия пришла именно к той красной черте, у которой она оказалась. То есть, мы получилось, Советский Союз развалился. Это империя зла. И вдруг опять, что ли, за железные занавесы? Опять, что ли, холодная война? Опять вокруг все враги. Одни мы такие хорошие, честные, как Северная Корея, потому что они вдалбливают это такие тезисы своему народу. То же самое и вы. Как такое может быть? А потом идете, и в Европе все выясняются, у них дети все там, у них все дачи там, у них все виллы там, а простой народ живет на такую минимальную пенсию. То есть, это все тоже надо объяснять им. Поэтому вот это то, что произошло. Что касается другого момента, который вот в этой риторике очень важно это отметить. И то, что Путин, я вот отвечаю на ваш вопрос, почему он требовал эти дебаты, да? Понимаете? Они просто считают, что кто-то с ним начнет разговаривать эти дебаты. То есть, это популисты. Популисты, они сразу хотят выйти на экраны и говорить с обывателем. И вот вешает лапшу. Вот он за 20 лет насобачился. Забейте. Он же любит по 5-6 часов разговаривать с журналистами. Для чего он это делает? Вы думаете, он разговаривает с этими журналистами? Он это разговаривает с российским обывателем. Вдалбливает им в голову. Вот это все. Пропаганда так работает. Это всегда так было. Поэтому для них именно это важно, чтобы встретиться. А зачем с тобой встречаться? Более того, если тебя назвали убийцей, неужели ты думаешь, что кто-то будет с тобой вести эти дебаты? На какие темы будут вести дебаты? С тобой будут разговаривать? Да. По поводу ядерного оружия будут говорить. С тобой будут говорить по другим темам. К тебя отправят. Или ты отправишь своего где-то встретиться на нейтральной территории. Как встречались во времена Советского Союза. Во времена Советского Союза какая бы тоже не была жесткая риторика. Война во Вьетнаме. Война там в Африке. Или в Афганистане. Где бы это ни происходило. На высшем уровне контакты всегда были. И всегда была красная черта, за которую не переходил ни Вашингтон, ни Москва. Потому что в первую очередь это ядерные державы. И они прекрасно понимают, что можно делать, а чего нельзя делать. Поэтому то бряться не оружием, которое позволял себе тот же, например, Путин за все эти годы. Такого же никогда и последний раз такое позволял себе Никита Сергеевич Хрущев во время Карибского кризиса. Понимаете? То есть пугать весь мир тем, что ты используешь ядерное оружие. Пугать тем, что ты сегодня на Прибалтику можешь напасть. Тебе наплевать на то, на это. То есть ты хочешь на международное право. Как это ты сделал в отношении Грузии и в отношении Украины. Это у этого уже больше не будет. Потому что уже пришло понимание. И если Европа этим не могла заниматься, этим будут заниматься Соединенные Штаты и их ближайшие стратегические партнеры. Союзники в этом вопросе. Я вам очертил, кто они. И старая Европа. Старая Европа. Америка. Вот заметьте, если вы обратили внимание на меморандум этого Атлантического канцела. Я имею в виду, знаете, что я близко знаком с авторами. Один из них вот Дэниел Фрид. Один из умнейших политологов, дипломатов. И он дипломатическим языком многие вещи там написал. Я его знаю, мы много лет были в одном мозговом центре. Часто общались, пересекались. И сегодня он один из тех, кто является мозгом нынешней администрации. И вот этот меморандум, который в отношении той же Украины и внешней политики нынешней администрации, говорит о том, что ситуация, знаете, какая. Вот, конечно, параллели не всегда уместны. Вот как после Второй мировой войны, когда менялась политическая карта на планете. Сегодня после пандемии коронавируса, которая на самом деле оказалась лакмусовой бумажкой на проверку, на вшивость всего мира, да, включая те же Соединенные Штаты, и Евросоюз, и ту же Россию, и все крупные державы. Вот, плюс все то, что сегодня происходит уже, смена администрации здесь, и смена вот этой риторики, говорит о том, что, плюс добавится к этому Вторая Карабахская война, которая поменяла тоже политическую карту в Южном регионе, вот в районе Южного Кавказа. И вот меняется политическая карта, и та политическая карта, которую якобы нарисовал для себя Путин, и которой не мешали, по большому счету, Старая Европа, НАТО, и благодаря тому, что Путин сумел усилить свое лобби, посмотрите, на каком уровне, в одной Германии, это президент нынешний Вальтер Штайнмайер, один из ближайших лоббистов, бывший министр, который предложил ту формулу Штайнмайера по Донбассу. Слава богу, у украинского эстеблишмента хватило ума не подписывать его. Ангеля Меркель, а нынешний, я уже не говорю про Штази, вот эту систему комитета госбезопасности, про Бундестаг и многое другое. А недавно вот этот бывший министр иностранных дел Австрии, на свадьбе которой танцевал тот же Путин, она уже получает ту же зарплату, что Герхард Шрёдер в Роснефти. А эта зарплата, хорошая зарплата, это не пятизначные, не шестизначные цифры, месячная зарплата. Поэтому это достаточно большие деньги. Я уже не говорю про Земана, Урбана, Берлускони и последних трех президентов Франции, Саркази, там Оланд, а Саркази же не просто так сегодня под судом находится, за свои эти дела, это же его деятельность была бы по всему миру. То есть все те, кто лояльно относится к той же России, посмотрите, что говорит сегодня тот же Макрон. Он же занимается открытым, он открытый адвокат политики Путина в Евросоюзе. То есть это все говорит о том, что Соединенные Штаты будут по двум направлениям работать. С одной стороны, они будут работать с НАТО на территории Евросоюза. И в основном они будут акцент делать на новую Европу, такие страны. Например, если это касается Украины, то это будет Прибалтика, это будет Польша. Если это касается Молдовы, это будет, конечно, Румыния. Вот такого типа союзники в первую очередь. И, естественно, Великобритания, которая уже даже не является членом Евросоюза. Вот это будут два направления и со стороны НАТО Евросоюза. Но не будучи уверены, что они пойдут дальше в этом вопросе, Соединенные Штаты основной удар будут делать именно вот в этом направлении. И далеко не спроста, что там уже озвучено, и это я уверен, что Конгресс это также даст этому законодательную базу, дадут статус в той же Украине, статус вне НАТО. Есть такой особый статус вне НАТО. Этим статусом пользуются, например, Израиль, Южная Корея, Япония, Австралия. Я уже в вашей студии это, кажется, озвучивал. И этот статус наверняка получит та же Украина, чтобы в России и Путин, и его команда, и российское общество понимало бы, с чем они могут столкнуться в случае новой авантюры в отношении Украины. Потому что Украина 2021 года, во-первых, это не Украина 2014 года, армия уже совершенно на другом уровне. И если будет прямое столкновение, то гробы пойдут тысячи в сторону России, понимаете? И российское общество должно понимать, чьи эти будут гробы. Это не будут гробы Путина и его команды, и их детей. Это будут гробы простых граждан России, которые в той или иной мере оказываются в зоне этого конфликта. Как в свое время, если вы помните, в Афганистане из-за этой авантюры официально только 50 тысяч погибло, поскольку там пропало без вести. И, между прочим, там не воевали дети партийных бонзов. Исходя из этого, это, конечно, сегодня четко происходит. Все понимают, что Европа не будет направлять туда свои войска. Соединенные Штаты также не будут направлять туда свои войска, свои дивизии. А у Украины достаточно, я имею в виду, человеческого ресурса для того, чтобы противостоять. Другое дело, все остальное, все, что необходимо, Украина получает и будет продолжать получать. Ситуация, знаете, какая-то, я вам напомню, что почти такая же, как в 44-дневной войне вокруг Нагорного Карабаха. На стороне Азербайджана была Турция, на стороне Армении всегдашняя Россия вдруг оказалась неудел. То есть ее сдержали, ее сдержала Турция. Вот в этой же ситуации вокруг Донбасса, если Россия пойдет на открытую провокацию, в отношении России сдерживающих стран окажется намного больше. Добавлю тут, также Турция также будет на стороне Украины. Я напоминаю вам недавнюю крымскую платформу, которую озвучили президент Зеленский и президент Турции Эрдоган в Турции во время последнего визита президента Зеленского. Так что, я думаю, россияне должны очень сильно подумать, чтобы позволить нынешнему режиму в Кремле продолжить ту авантюру в отношении соседней страны Украины, с которой у них многовековые отношения. Рамис, а вот давайте подумаем, почему так сильно ошиблась российская пропаганда в презентации вот этой ситуации. Значит, меня удивляют два момента. С одной стороны, они вот достаточно громко и почти сразу начали говорить об этой истории. То есть, вот то население, которое, по идее, по их представлениям, должно быть зазомбировано, оно слышит, что президент США называет их, ну как бы, по идее, любимого президента Путина убийцей. То есть, вот эту информацию они разогнали. С другой стороны, они зачем-то, и тут уже, конечно, лично Путин поучаствовал, потому что, если бы он не начал требовать сразу этих переговоров, то, соответственно, и пропаганде нечего бы показывать. Но Путин потребовал, и они показали, как Путин топает ножками, требуя немедленно поговорить. И мы слышали, что ответил Белый дом устами Джен Псаки, а затем и, собственно, самим Байденом, когда тот, буквально вот, бежав на самолет, сказал журналистам, что, ну, когда-нибудь мы, может быть, с Путиным поговорим. То есть, ну, представляете, какое это поражение, на самом деле, Владимира Путина, его образа вот этого, вот, как вы сказали, мачо, да, крушение вот этого вот альфа-самца, и почему пропаганда российская так топорно сыграла? То есть, сыграла, по сути, полностью против себя. Они, если бы смолчали, если бы Путин смолчал, они бы больше выиграли, чем вот так опозориться, потому что теперь получается, что Путин в роли просителя, причем просителя, которому отказали. В слабом положении его представили. Вы понимаете, век интернета, скрыть какую-то информацию, как это могли мы делать во времена Советского Союза, было невозможно. Тогда, сами понимаете, через вражеские голоса, там, голос Америки, радио Свобода или немецкая волна, это могло доходить до советских людей, которые втихаря это слушали где-то там на кухне. Сегодня 21 век, век интернета, поэтому все то, что сказал Байден, это моментально разлетелось и дошло до ушей россиян. В первую очередь, в первую очередь, это тех россиян, которые живут в этом мире интернета. И поэтому не реагировать на это нельзя было никак. Другое дело, как вы говорите, почему так топорно прореагировали? Ну, ситуация Цунг Цуанга, понимаете, это на самом деле ситуация Цунг Цуанга в шахматах. А вариантов-то не так уж и много для того, чтобы прореагировать. Вот заметьте, здесь же они самую главную ошибку, знаете, какую совершили во время предвыборной кампании? Они вместо того, чтобы дистанцироваться или хотя бы поддерживать того же Дональда Трампа, так замысловато, чтобы это комар носа не подточил. Вы понимаете, открываете российские каналы и мы видим, что там передают. Джо Байден, старик, у него деменция, он то не может, то. Вот они открытым текстом вот это все вбрасывают, эти фейки, да? То есть человек же слушает это все, а Ваську слушает, доест, да? Он говорит, ну хорошо, хорошо, теперь завтра я приду. Вот теперь этот человек, который... Разница между возрастом Джо Байдена и Дональда Трампа, чтобы вы знали, 4 года. 4 года. Одному 74 года, другому 78 лет. Вот и все, Трампу 75-й год пошел. То есть здесь никакой обувь, люди достаточно пожилые, да? В моем понимании, конечно, лучше, чтобы был бы президентом Америки какой-нибудь 40-50-летний такой человек. Ну, американцы решат это, может быть, в следующий раз. Но сам факт того, чтобы российская пропаганда вот занималась вот этим с утра до вечера, да? Будучи уверенным, будучи уверенным, вот это ошибка, понимаете? Умные люди так не делают. Они стараются шапки наложить на каждый стул, постараться скрыться, чтобы завтра вдруг не сыграть тут, чтобы у тебя был какой-нибудь вариант Б. А ты только все поставил на вариант А. И вот теперь этот вариант А у тебя не сработал. А вариант Б пришел и говорит, ага, ты мне говорил, да, что у меня деменция? Ты мне говорил все то, что... Вот я сейчас это буду делать. Вот смотрите, они обсуждают, что как он споткнулся вчера, например, поднимаясь бегом, как молодой пацан. Зачем он вообще так бежит, я никак понять не могу, да? Теперь 78 лет спокойно пешком ходи, да? В конце концов, уже давно была пора поменять лестницу на эскалатор, как во всем цивилизованном мире это делают, да? 21 век. Ну, для того, что... Ну, это Америка, да? Америки все любят шоу. А что, до него другие не падал? Пенс падал, и другие президенты Америки падали. То есть все бывает. Это же ничего такого нет. Главное не это. Главное то, что делает президент, что он говорит, какие законы подписывает, и какие он команды дает. Вот если вы говорите это так, вот они сами не понимают, что вот такой пропагандой они сами же вызывают огонь на себя. Вы сделали все для того, чтобы прозвучала такая риторика. И вы эту риторику заслужили вот этой предвыборной кампании. Потому что вы же лично оскорбляли его. В личном плане это множество. И более того, за этим кто стоял? За этим стоял лично Путин, его команда, его спецслужбы. Ну, а теперь вы получаете этот ответ. Вы думаете, этим будет заниматься он? Он этим заниматься не будет. У него для этого есть достаточно институтов власти, которые давно уже этим занимаются. А вы думаете, этот отчет разведки США что, готовил Байден? Этот отчет разведки давно был готов, еще до того, как он стал президентом. Точно так же, как все другие вопросы. Просто до него сидел другой человек, ему это не надо было. А теперь пришел другой человек. Значит, вот эта система, которая занимается вот этим всем сбором и обработкой информации, и всем остальным, чем должна заниматься внешняя и внутренняя разведка такой державы, как США, она была, есть и будет. Естественно, президент, который придет, он только дает команду. Он больше ничего не делает. Ему и не надо делать. Должность президента в этом и заключена. Он должен правильно расставить кадры. Кадры должны быть профессионалами, со знанием своего дела. А у тебя должна быть только политическая воля. Первое лицо в государстве, это главное, что нужно первому лицу, политическая воля, харизма. Он должен четко уметь говорить «да», он должен четко говорить «нет». И его команда из профессионалов, технократов, если надо, особенно в экономической области, они должны быть уверены, что если он сказал «да», он не сделает шаг назад. Если он сказал «нет», значит «нет». И эта команда сегодня это чувствует. Это почувствовали в первую очередь. Сами же американцы здесь, внутри страны. Вот он пришел, но сделал то, что он посчитал нужным. Ему нужно было два места в Сенате. Он эти два места заработал. Лично поехал туда. Никогда эти два места не принадлежали демократической партии. И теперь республиканцы, благодаря именно этим ошибкам 6 января вокруг Капитолия, и американцы проголосовали за демократов. И сегодня большинство и в Сенате, и в Палате представителей у демократов, и в Белом доме сидит тот же демократ. Теперь задайтесь вопросом во внешней политике. Все, что нужно будет ему протащить. Он протащит, он протащит. Касательно Украины, касательно постсоветского пространства, касательно Ирана, касательно Сирии, Ливии, и всего того, что не делал, например, Дональд Трамп. То есть у Путина нет рычагов влияния на решения, которые будут исходить из Белого дома. На Конгресс он вообще никогда не мог влиять, потому что Конгресс и во времена Дональда Трампа был антироссийски настроенным. Он мог влиять только на решения в Белом доме за последние 4 года. Сегодня и этого он лишился. И он понимает, он понимает прекрасно, чем это чревато. И в первую очередь это ударит по олигархам, по его ближайшему окружению. Эти Ротенберги, Тимчинги, вот это все. И Дерибаскопов, и Абрамов, все. Это огромные деньги. Эти все деньги находятся где? Они здесь находятся. Как будет выглядеть Россия? Как будет выглядеть российская экономика? Как будет вести себя этот мачо? Кого он будет обвинять во всем этом? Я уже не говорю о том, что, вспомните, ему и дворец вспомнят, и многое другое, которое российский народ, получающий пенсию на таком уровне, а коронавирус, пандемия, вот эта история со спутником. Налево-направо якобы спутник пропагандируется, за границу отправляете. Граждане России не вакцинируются на том уровне, на котором надо. Вы верхдержава, сверхдержава? Вот я вам говорю, здесь в Америке более 2 миллионов каждый день вакцинируют. Более 2 миллионов. Уже более 100 миллионов свакцинировали. Один из них, вот я. Я получил вакцину свою 2 месяца тому назад. Я к чему это веду? И президент США сказал, что 4 июля, ко дню независимости, вся Америка будет свакцинирована. Вся Америка. Вот что такое мощная сверхдержава. Мощная сверхдержава, это не та страна, у которой есть ядерное оружие огромного количества. Это малый и средний бизнес. Это мощная экономика. Где первая экономика на планете? Здесь, в США. Где находится Россия? Сами знаете, посмотрите, откройте интернет, посмотрите эти рейтинговые организации по всем показателям. Страна не может считаться сверхдержавой, у которой ядерное оружие больше всех на планете и которая живет на ядерной игре. Социальные вопросы, зарплаты, пенсии, образование, медицина. Вот это все, говорит о мощи страны. Голландия намного мощнее. Страны Бен Люкса намного мощнее той же России. Голландия на одном. Масли из сыра. Посмотрите, что. В Голландии вообще нет бедных людей. Бедных людей нет. Вот что такое мощные страны. Поэтому, когда мы говорим о той риторике, которая исходит из Кремля, это имперская риторика, которая, понимаете, никак не изживется от властителей, которые засели там. Потому что для них, например, как красный материал, вот эти все разговоры, вот это все изменения, которые сегодня происходят в мире. Заметьте, и это последнее заявление Путина в отношении того же стран СНГ, и что это все территории той же России, это говорит о том, что вот эти имперские амбиции, которые у них засели в голове много столетий тому назад, они же их продолжают реализовывать. Они же по сегодняшний день носят цветы в мавзолее Ленину, понимаете, про которого Бунин сказал выродок, уничтоживший миллионы людей. А они по сегодняшней тени спорят, он положительный был человек или отрицательный. Это же сказал великий русский писатель, русский писатель, не американский, Бунин, понимаете? А они Сталину сегодня носят цветы больше всех. Проводят опрос общественного мнения Левада-центр в России. Три самых великих имени. И кого они называют? Сталин, Ленин, Иван Грозный, Петр Первый. И вот сейчас из лизоблюда добавляет еще к этому Путина. Самый неудачный царь. Кто у них? Знаете, кого они называют? Александр Второй, который отменил крепостное право. Единственный реформатор за всю историю России, которого они сами же взорвали. Которым вот спас на крови Питере находится. Память о нем. Так что, понимаете, это трагедия, которая сегодня происходит со страной, с родиной Пушкина, Достоевского и других великих деятелей культуры, которых знает весь мир. Россию знают именно благодаря этим людям, а не благодаря таким, как Ленин, Сталин или Путин. Давайте все-таки вот сейчас посмотрим опять же на эту историю. Вернемся к эпизоду, как Белый дом отвечал предложению Путина немедленно поговорить. Мы видим, что Дженсаки и затем Байден отвергли это предложение. Причем сделали это очень так высокомерно в отношении Путина. И вот у меня возникает вопрос. Как вы думаете, это специальная стратегия Белого дома? На что она направлена? Когда делаются вот такие вот заявления, которые демонстрируют, что Путин не ровня. Они показывают пренебрежение, как бы, некоторое. И говорят, что вот когда мы решим, тогда мы и будем говорить с Путиным. Да, если отбросить все остальное, вы правильно охарактеризовали реакцию Белого дома на желание Путина, чтобы кто-то с ним встретился и провели дебаты. Дело в том, что это открыто говорят ему, что ты изгой. Что ты и твой режим сегодня нарушили все нормы международного права и в 2008 году, и в 2014. И ты продолжаешь это делать. Ты занимаешься всем тем, чем занимался тот же Сталин. У Сталина был такой начальник управления, генерал Судоплатов, который занимался убийством всех неугодных Сталину людей за границей. Понимаете? Того же, например, Троцкого последний раз в 1940 году Меркадр убил в той же Мексике. Таких же они, сколько их они убивали? И украинских повстанцев, и представителей Белого движения по всей Европе ловили. Вот точно так же, чем занимается сегодня тот же Путин. Вы понимаете? И, к сожалению, они до сих пор, мне такое впечатление, что это было сделано не столько для личной администрации, это сделано на публику было. Именно в первую очередь, потому что сегодня Путин в массе своей работает для внутренней аудитории. Для внешней не проходит. Для внешней не проходит, потому что уже внешне у него поддержки нет. Например, в Европе это не поддержка, это просто зависимость, которую он сумел там большими деньгами организовать вот это лобби. А в Америке у него это не проходит. Уже в Америке другой президент. И тебе указали место, кто в доме хозяин, что ты уже не можешь вот так выходить и что-то говорить. Тебе сказали, как говорил Высоцкий, помните, Шарапову в Большом театре, говорит, твой номер 8, говорит, следи за клиентом. Вот точно так же, может быть, немножко это в какой-то такой манере, но в любом случае это прозвучало уже. Слово не воробей, оно уже прозвучало. И оно прозвучало не просто так, как я вам сказал, это было интервью в записи, и если Белый дом посчитал бы это ненужным, они бы это вырезали бы. А коли они это не вырезали, коли они это оставили, значит, они это сделали целенаправленно. Какая цель? Мы это в ближайшее время будем видеть. Во всяком случае, в политическом плане цель, она видна невооруженным взглядом. Путин нерукопожатный. Путин представляет страну-изгой. Путин единственное, что позволяет с ним общаться в приличном обществе, это наличие ядерного оружия. Вспомните мемуары Барака Обамы и характеристику, которую он дал тому же Путину. Как он его назвал? Он его назвал гангстером. Этот назвал убийцей, этот назвал ему гангстером, которому по наследству в руки попало ядерное оружие. Вот и все. Вы понимаете? То есть, в приличном обществе не это должно быть причиной, критерием, чтобы с тобой люди садились за один стол и с тобой выходили бы на дебаты и беседовали бы. Тебя не пригласили даже на последнюю Мюнхенскую встречу. Это же не просто так произошло. Это же личное указание было отсюда. И его не было там, и не было Китая. И поэтому Байден вышел и сказал, поэтому его также не будут никуда приглашать. А если куда и будут приглашать, то это будут приглашать именно туда, где это выгодно, его присутствие. И, естественно, они будут с ним общаться именно в рамках тех границ, которые сегодня для них интересны. Как это было с Советским Союзом? Это будет касаться и экономической сферы, особенно. Вспомните, что когда Советский Союз, когда Ленин пришел к власти и отказался платить по царским долгам, до 1991 года, до развала Советского Союза, Советским Союзом никто не торговал. Это только был бартер, и советский рубль как был деревянным, так он и остался. До тех пор, пока Ельцин все не оплатил. После этого Россия открыли двери в современный мир, в рыночную экономику. Поэтому, если Путин не хочет, чтобы это ожидало бы снова Россию, и не только он, а те люди, которые сегодня имеют огромные средства, и они находятся аккумулированы здесь, в основном на Западе, они 10 раз должны подумать, вот к чему вы пришли, и с кем вы сегодня лицом к лицу. Здесь бряцанием оружием не обойдешься. Вы думаете, вынужден повторить эту хорошую поговорку Михаила Жванецкого? Вы пугаете Запад танками, Запад вас будет наказывать банками, в первую очередь. И у вас других вариантов нет. Вот такой вопрос. Вы сказали, кстати, про гангстера Путина, как его назвал Обама. И ведь на самом деле еще один момент был в этом выступлении Путина, точнее их было несколько. Ну вот в том выступлении, где он напомнил про то, что кто как обзывается, тот так и называется, он дальше сказал еще одно. И вот тут мне уже показалось, что он специально сыграл как бы немножко на публику. Он закончил вот этот вот свой короткий спич, специально глядя в камеру и сказав, что что бы я сказал, если бы я встретил бы Байдена? Я бы пожелал ему доброго здоровья. Вот так. Значит, это сразу всем было понятно. Это мафиозный сигнал, да? Что он значит, как вы думаете? Это угроза или это больше от бессилия? Силе попытка как-то вот сыграть просто на публику, показать, что я вот такой вот крутой, значит, гангстер могу и как бы вот там жестко говорить. Ну а вот сделать он может что-то? Это исключительно для общественного мнения внутри России и немножко где-то за границей, где мафиозные такие разговоры, они вызывают определенную реакцию у определенного типа зрителей. А у стран, которые имеют мощные разведслужбы, особенно здесь, в Соединенных Штатах, это второго Ли Харви Освельда, который как-то поехал в Россию, а потом пришел и по официальной версии застрелил якобы Джона Фитт-Жеральда Кеннеди, уже не будет, потому что Россия прекрасно понимает, как охраняют президента Соединенных Штатов, кто бы ни был он, кем бы он ни был. Единственное, я еще раз вам говорю, возможности России, это вот кибершпионаж. Так уж 21 век устроен, и Россия просто недооценивает то, что ее ждет, потому что Соединенные Штаты достаточно последние годы сильно подготовились, чтобы не было повторения 2016 года как вмешательство в российские выборы. И если вы вспомните вот это же интервью последнее, ABC, где он назвал его убийцей, как раз таки он сказал, что самое первое, за что Путин будет наказан, это именно за 2016 год. Именно за это, потому что еще никто себе в мире не позволял, не позволял такой наглой атаки на внутриполитическую жизнь США. То есть тебе должно быть... Вы неужели вот иногда кто-то думает о том, что почему Соединенные Штаты иногда неадекватно так наказывают? Это политика этой страны, ее можно приветствовать, можно не приветствовать, я вам просто объясню. Например, вот Путин вспомнил про Хиросиму и Нагасаки, да? Хиросима и Нагасаки, это ответ был на Пёрл-Харбор, на Пёрл-Харбор, где в один день было убито несколько тысяч, а если быть точнее, более трех тысяч американских солдат. И Америка именно из-за этого наказала. Если бы не было Пёрл-Харборда, не было бы ни Хиросимы, не было бы ни Нагасаки. За что Америка пошла на Афганистан? И за что она свергла того же Саддама Хусейна в первую очередь? За 11 сентября 2001 года. Здесь такого никогда не было, чтобы кто-то атаковал символы США. Понимаете? Поэтому Америка должна показывать всему миру, так уж устроена Америка, так вот устроена её внешнеполитическая машина. И показывая такие моменты в те или иные годы, в тот или иной исторический период, Америка открытым текстом говорит, мало не покажется. Да, если Россия рассчитывает на то, что у неё есть ядерное оружие, то она глубоко ошибается, думая о том, что кто-то собирается на Россию ядерным оружием идти. Это же глупости. Ни Россия, ни США этим заниматься не будут. Значит, у них столкнутся интересы, так как сталкиваются интересы у Советского Союза и у США. А теперь просто сравните возможности СССР, которые в разы были выше, чем у нынешней России, и чем закончилось существование этого колосса на глиняных ногах. А учитывая вот всё то, что я сказал, это многомиллиардные, а если в сумме сделать их там несколько триллионов, этих денег, которые на Западе, у советских партийных чиновников таких денег на Западе не было. И несмотря на это, Советский Союз в одночасье рухнул, когда была поставлена такая команда. Вот команда была поставлена в 81-м году, в 91-м году Советского Союза уже не было. Команда разваливать Россию здесь никем не поставлена. Команда поставлена на то, что такие, как Путин, не должны приходить к власти, потому что они меняют политическое устройство в мире, они нарушают международные права. Для них такие понятия, как международные права, не существуют. Советский Союз развалился, значит его можно восстановить. Крым Хрущев подарил Украине, значит неправильно сделал. СНГ это неправильное образование, это все наши земли, зона наших интересов. НАТО не может расширяться сюда. Саддама Хусейна не надо было свергать. Хорошо, свергли его, а я Башара Асада оставлю. И так далее, и тому подобное. Вот эта вся политика, которая сегодня сидит в голове того же Путина, он же открыто говорит, что для меня развал Советского Союза – это личная трагедия. Это личная трагедия. Поэтому хочет якобы это реанимировать. Просто никто на Западе это серьезно до поры до времени не воспринимал. И ему это удавалось. Сходило с рук. Сегодня, я так думаю, уже этому пришло время, чтобы кто-то сказал ему «нет». «нет». И вот это заявление, которое вы начали, и которому посвятили вот эту всю передачу, оно как будто бы судьбоносное. Это на самом деле. Такого же никогда не было. Вначале, говорят, было слово, да? Но это было связано с другим. Но здесь как раз тот самый случай, это параллель можно провести. Вот это слово уже прозвучало, как выстрел. Теперь за этим словом уже будет действие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует... 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 по идее надо отвечать сразу ну или там в течение нескольких недель мы видим, что до сих пор ответа нет то есть какие-то есть там некоторые подвижки на Донбассе там какая-то ползучая эскалация но в принципе, да, это ни к чему не ведет Путин проигрывает как думаете, он не может среагировать он не хочет реагировать или он отреагирует еще в будущем в будущем нанесет удар по украинской администрации или попытается во всяком случае во-первых, я не согласен с вами, что он не реагирует они реагируют и идет эскалация вокруг Донбасса ну насколько успешный этот вопрос российская вся пропаганда четко направлена именно на Восточную Украину они вот видите, каждый день обсуждают надо было и на Харьков пойдем, и на Херсон и на Мариуполь, и на Одессу им мало не покажется и так далее и тому подобное и я так думаю, эти медведчики тихо-тихо начнут проявляться в ближайшее время они проявляются просто наверняка они недооценивают тот накал, который действие же равно противодействию есть такой закон Ньютона это тоже надо учитывать и я вижу, что сегодня, например в украинском обществе наблюдается определенная консолидация перед лицом надвигающейся угрозы и те правильные телодвижения которые делает нынешний президент Зеленский который этих телодвижений не делал до 20 января если вы обратили внимание он это стал делать оперативно именно после 20 января значит, отмашка отсюда пошла а когда мы читаем внимательно меморандум Atlantic Council по пунктам мы видим, что он сегодня даже реализовывает по пунктам и вот то, что санкции против того же Медведчука, закрытие каналов санкции против Коломойского и многое другое, что сегодня они стараются и в законодательном плане то, что они собираются усилить это в вопросах разведки Министерства обороны и то, что украинская армия сегодня на самом деле за эти годы она набрала достаточную мощь чтобы решить проблему Донбасса не так, как это было решено в 2014 году и просто один простой вопрос россияне готовы за это умереть тысячами? вот смотрите Азербайджан тут очень уместно вспомнить вторую Карабахскую войну Азербайджан всем своим обществом консолидировался как единый кулак как единый и все даже те, кто рьяно критиковали политику Ильхам Алиева все последние годы вся нация вы знаете, сколько людей столпилось у военкоматов для того, чтобы пойти туда? а теперь сравните то, что творилось в Армении потому что никто не хотел воевать в Карабахе никто не хотел погибать на чужой земле на территории Азербайджана вот точно так же, как россияне вы что думаете россияне хотят погибать в Донбассе но чужой территории а украинцы уже консолидируются вот именно Путин своей такой вот политикой он еще больше консолидирует украинцев и вот сегодня Украина чем больше Украина будет консолидирована и тогда, если Путин пойдет на эту пропокацию Украина будет иметь жертвы Азербайджан тоже за эту войну получил жертвы около трех тысяч около трех тысяч какие жертвы были в армянской стороне и что стало с Арменией и с внутренней внутриполитической ситуацией в Армении вы это прекрасно сейчас видите вот такая же ситуация вполне может ожидать ту же Россию которая российское общество будет видеть что вся Украина стала на защиту для Украины это будет отечественная война как это была отечественная война для Азербайджана а для Армении это не отечественная война оказалась вот так же и для России война в Афганистане это что отечественная война была это был якобы какой-то непонятный интернациональный долг в Афганистане во Вьетнаме это все был интернациональный долг братскому коммунистическому народу а какой будет интернациональный долг в Донбассе, и вообще чей долг они там будут выполнять. И простые матери, жены, сестры, захотят, чтобы россияне тысячами погибали бы в Донбассе, на чужой территории. Хотят они этого? Вот этот вопрос, который сегодня стоит на повестке дня. И Украина в Украину открыто показывает то, что она готова. Потому что Украина будет защищать свою родину. Это очень важные моменты, которые должны учитывать все. Все те, которые бравируют, все те, которые занимаются уропатриотизмом. Знаете, меня бесит этот уропатриотизм, который я слышу не только с каналов российских средств массовой информации, но иногда и в социальных сетях. Тут опять же уместно вспомнить великого русского писателя того же Салтыкова Щедрина. Это мой самый любимый писатель из всех таких уважаемых российских классиков, но я больше всего люблю именно Салтыкова Щедрина, который лучше всех, имейте ввиду, это самый плодовитый, 24 тома у меня вот есть, это Салтыков Щедрина. Он писал больше всех, он как в музыке Бах. Вот Бах считается самым плодовитым композитором, да? Все остальные идут после него, включая Моцарта и Бетховена. Вот Салтыков Щедрина для российских классиков, он как раз таки на первом месте. И вот он прекрасно сказал об этом патриотизме. Когда в России кто-то говорит о патриотизме, значит, где-то что-то украли. Заметьте, кто сегодня больше всего говорит о патриотизме? Все. Соловьев, Скобеева, Киселев и иже с ними. И те, кто сидят сегодня в Кремле. Патриотизм и патриотизм. Рубашку рвут. Патриотизм не может быть, извините, с голой задницей, простите меня за выражение. Патриотизм это тогда, когда у тебя пенсионеры живут достойно, когда у тебя дети живут в нормальных детсадах, в школах. Патриотизм это когда улицы нормальные, когда в туалет можно сходить, где-нибудь там в деревне, где-нибудь на трассе, я уже не говорю в центре города, понимаете? То есть элементарные вещи бытовые. Вот что такое патриотизм. А патриотизм это не то, что написать на туалете в деревне где-нибудь сюда вход Бараку Обаме запрещен. Как они делают. Или на машине катаются и пишут там президент США чмо. Ну и что дальше? Написал это ваш патриотизм? Вот такой патриотизм, который сегодня вот они культивируют. В Америке, кстати, такого патриотизма нету. Ни в отношении никакого президента тоже никогда не было. И в отношении того же Байдена не было. Вот смотрите, Байдена сегодня многие критикуют за то, что он саудовского принца так же не назвал. Так же не назвал. Он озвучил, он сделал все то, что не сделал тот же Трамп. Но им мало. Они говорят, ты назвал его убийцей. Этот же тоже убийца. Может и назовет. Чуть попозже. Но однозначно американское общество оно не российское общество. Им нет до лампочки, кто там в Белом доме сидит. Будешь делать то, что нас устраивает? Будешь сидеть? Не будешь делать то, что... Мы тебя выкинем из Белого дома так же, как мы выкинули Атули Трампа. И это... Все понимают. Америка так устроена. Поэтому, видите, я спокойно говорю в эфире. И мне до лампочки, что будет думать о моих высказываниях тот, кто сидит в Белом доме. Потому что я за него голосую или не голосую. Не понравится, не буду голосовать. Но зато это цивилизованный мир. Вот это и должно становиться понятием патриотизма. Ну, в первую очередь, вот эти базовые принципы. К сожалению, в криминальном государстве говорить о базовых принципах цивилизованного общества, к сожалению, пока еще не приходится. Но еще не вечер. Спасибо вам огромное, Рамис, за эту интересную беседу. Спасибо вам, Александр. Всегда с удовольствием прихожу к вам в студию. До свидания. Спасибо. В следующий раз мы будем, я думаю, говорить уже о новых санкциях. Спасибо Рамису Юнусу и вам, дорогие друзья, за ваше внимание. Подключайтесь к Ньюсейдер на платформе Патреон, чтобы получать дополнительный контент. А именно, эксклюзивное видео, текстовую аналитику и доступ в закрытое сообщество Ньюсейдер. С вами был Александр Кушнарь. До новых встреч. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин